МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Союз самые важные и интересные события уходящей недели в студии Санкт-Петербурга Ольга Стасинок. И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Восток нашего Отечества не может и не должен быть периферии. Состоялся визит представителя в Хабаровскую, Амурскую и Бирбиджанскую епархии. В 868-летие весомая дата к очередному своему дню рождения древний город Тула получил достойный подарок. По местам, связанным с жизнью преподобно-мученицы Елисаветы Федоровны, ну и в Смолеве прошли сотни людей. Так в Подмосковье встретили именины Великой Княгини. Пояс святителя Иона Шанхайского, частица гроба-подвижника, а также возможность пообщаться с духовным чадом святого. В Екатеринбурге открылась необычная выставка. Цветочная дорога между Японией и Россией пролегла через Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? В Москве состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. По традиции его возглавил святейший патриарх Кирилл, который огласил повестку дня заседания. Последняя моя поездка на Дальний Восток еще раз дала очень много материалов для размышлений о состоянии нашей миссионерской работы на сегодня и о необходимости, конечно, иметь тему миссии в качестве одной из самых приоритетных тем в повестке дня Русской Православной Церкви. До сих пор на Сахалине, например, значительно количество разного рода сектантских организаций превышает совокупно количество православных приходов. Я бы попросил всех руководителей синодальных отделов подумать о том, что по линии каждого отдела можно сделать для укрепления миссионерских усилий на Дальнем Востоке. Второй главной темой заседания Высшего Церковного Совета стало положение военного духовенства. Количественное возрастание священников, которые несут свое служение в российской армии, приводит к тому, что необходимо больше рассказывать об их работе, подчеркнул патриарх. Это служение связано с большими трудностями. Не всегда материально священники, оторванные нередко от своих семей, находящиеся в дальних гарнизонах, имеют достаточное материальное обеспечение. Условия сложные. И вот уже сегодня я вижу некую такую героику этого пастерского труда. И нам нужно было бы как-то рассказать о жизни нашего военного духовенства. Потому что они участвуют в учениях, они участвуют в различного рода операциях, они бок о бок с военнослужащими. Может быть, еще рано замахиваться на что-то такое в виде художественного фильма, но вообще общество должно увидеть и почувствовать работу духовенству вооруженных сил. С 13 по 16 сентября Святейший Патриарх Московский Ивсия Руси Кирилл посетил Хабаровскую, Амурскую и Биробиджанскую епархии. В день празднования церковного новолетия Святейший Патриарх возглавил Божественную Литургию в Преображенском кафедральном соборе Хабаровска. Наш телеканал осуществлял прямую трансляцию богослужения. Дальний Восток – это огромные пространства, на которые православие пришло позже, чем на многие другие земли России. Лишь в 17 веке здесь начинается его история. Едва укрепившись, оно подверглось разорению в 20-м столетии, и на многие тысячи километров не было православных храмов. Так что люди бывали в Храме Божьем всего несколько раз в жизни. Но сегодня здесь нарастают темпы духовного развития. Из крупных епархий выделяются более локальные, благодаря чему паства теснее взаимодействуют со своими архиереями, и они чаще могут посещать отдаленные уголки своей земли и налаживать там церковную жизнь. Особую заботу о регионе проявляют предстоятели русской церкви. Дальний Восток – это не просто форпост восточный. Это регион с огромными возможностями. И одновременно это регион с очень тяжелой судьбой, с тяжелым прошлым. И мы в церковной жизни очень ощущаем печальные последствия трудных десятилетий. И поэтому особое внимание церковь наша уделяет развитию церковной жизни на восточных рубежах Отечества. И поэтому я стараюсь каждый год бывать на Дальнем Востоке с тем, чтобы своими глазами видеть, что происходит и как развивается церковная жизнь. На этот раз жители Дальнего Востока молились со святейшим патриархом Спаса Преображенском кафедральном соборе Хабаровском. Он был построен в 2001-2004 годах и является третьим по высоте храмом в России. Кресты собора возвышаются на 95 метров над землей. Предстоятелю Русской Церкви сослужили 17 архиереев. Присутствовали представители государственной власти и общественных организаций региона. Предстоятель отметил присутствие большого количества молодежи и детей. За литургией в этот день читался евангельский отрывок о брачном пире, на который Господь призывает каждого из нас. Для Дальнего Востока эти слова имеют особое значение. Здесь еще очень много тех, которые должны быть призваны и могут быть призваны, но которые еще не почувствовали в сердце своем призвание. И обращаясь ко всем вам, мои дорогие, с этого места в Хабаровском кафедральном соборе, я хочу сказать, что Господь ждет вашего ответа на его призвание, чтобы заполнить божественные палаты, чтобы войти в Царствие Божие. По окончании литургии в дар храму святейший патриарх Кирилл передал икону преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Митрополиту Игнатию святейший владыка вручил памятную панагию, созданную к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Верующим были розданы иконки преподобного Сергия Радонежского с патриаршем благословением. Святейший патриарх Кирилл встретился с воспитанниками Хабаровской духовной семинарии, с победителями конкурса «Православная инициатива» от Преамурской митрополии, а также пообщался с теми, чьи дома подверглись наводнению в прошлом году и вручил им ключи от новых квартир. Подробнее об общении предстоятеля с Хабаровской паствой в следующем сюжете. По окончании Божественной литургии в Кафедральном соборе Хабаровска святейший патриарх Кирилл посетил расположенную вблизи собора духовную семинарию. Вместе с предстоятелем духовную школу посетили митрополит Хабаровский Преамурский Игнатий, члены официальной делегации, сопровождающие его святейшество в поездке на Дальний Восток, представители руководства Хабаровского края. В семинарском храме святителей Иннокентия Московского святейший патриарх Кирилл поклонился мироточивой иконе святителей Иннокентия. В дар семинарии он передал икону святого благоверного князя Александра Невского и комплект книг для семинарской библиотеки. Я очень рад, что имею возможность посетить этот храм, замечательный храм. Прекрасно, что именно в этих благолепных стенах совершаются богослужения, студентами, и вы молитесь здесь. И в память о моем пребывании хотел бы передать вам икону святаго благоверного великого князя Александра Невского, который отстаивал на западных рубежах Отечества нашу Русь. И вы здесь, на восточных рубежах, должны укрепляться духом, воспитывать народ Божий в любви к своему Отечеству, в верности православию. Тогда и восточные рубежи будут такими же неприступными, как были западные рубежи во времена Александра Невского. Затем в здании семинарии состоялась встреча предстоятеля с победителями конкурса «Православная инициатива» от Приамурской митрополии. Святейший познакомился с руководителями пяти проектов победителей этого конкурса. Благодаря им появились фильмы о православной вере на китайском языке, были организованы мастерские для детей-сирот, программы реабилитации для бездомных, культурно-просветительские лектории и приходской клуб многодетных семей. Патриарх Кирилл отметил необходимость привлечения к участию в конкурсе активных людей из глубинки. В этот же день Святейший Владыка посетил новый микрорайон Хабаровска, построенный для переселенцев из районов, затопленных во время наводнения в 2013 году. Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил благодарность предстоятелю за помощь, оказанную церковью пострадавшим от наводнения. А Святейший вручил пострадавшим ключи от новых квартир и поддержал их в нелегком для них построении жизни с нуля, рассказав историю жизни Ева Многострадального. В свое время праведник был лишен семьи, здоровья, денег, но не возроптал на Бога. Из-за свое смирение удостоился еще больших даров. Я верю, что вас ждет радостная, мирная и счастливая жизнь. Но еще важно понимать, что вот это благополучие, которое сейчас, несомненно, у вас будет, оно сформировано людьми, которых вы не знаете. И этого очень дорогого стоит. И, я думаю, главный вывод из всего этого – мы должны заботиться друг о друге. Мы должны уметь разделять боль друг друга. А в скорбных и тяжелых обстоятельствах помогать друг другу. В завершении мероприятия Святейший Патриарх Кирилл и сопровождающие его лица осмотрели одну из квартир переселенцев. В ходе визита на Дальний Восток представитель посетил город Биробиджан, где совершил закладку храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Встреча с жителями Еврейской автономной области началась с молебна в Благовещенском кафедральном соборе. До революции на территории нынешней еврейской автономной области были десятки храмов. В советское время не осталось ни одного. Как только стала вновь возможной открытая религиозная жизнь, в 90-е годы в Биробиджане был создан приход во имя апостола Иакова, брата Господня. Сначала он располагался в старом деревянном здании суда, а затем в 2000-х годах был возведен Благовещенский кафедральный собор с пределом в честь апостола Иакова. Этот-то храм и посетил предстоятель русской церкви. У входа в храм святейшего владыку встречали губернатор еврейской автономной области Александр Винников и архиепископ Биробиджанский и культурский Иосиф. В Благовещенском соборе предстоятель русской православной церкви совершил молебен. За богослужение молились архиепископы Иосиф, члены официальной делегации, сопровождающие его святейшество в поездке по Дальнему Востоку, духовенцы и монашествующие Биробиджанской епархии, представители власти, казаки, кадеты, многочисленные паломники и прихожане храма Биробиджана. Для тех, кто не поместился в собор, велась трансляция богослужения на мониторах, установленных перед храмом. Вместе с вами мы сегодня, жители еврейской автономной области, жители Биробиджана, переживают поистине историческое событие. Впервые за всю историю предстоятель русской православной церкви, святейший патриарх, вступает на землю Среднего Преамурия. Эта земля была присоединена государству российскому всего 150 лет назад. В память о посещении Биробиджанской епархии Благовещенского собора правящий архиерей преподнес его святейшеству Панагии и Крест, а также комплект орлецов, созданных по образцам XIX века прихожанами Кафедрального собора. Со словом приветствия к предстоятелю обратился глава региона. Он поблагодарил святейшего патриарха за помощь, оказанную русской православной церковью в преодолении последствий катастрофического наводнения 2013 года. Позвольте мне, прежде всего, от имени жителей еврейской автономной области сердечно поблагодарить вас за то, что вы нашли время и возможность посетить нашу еврейскую автономную область. Поверьте, вашего приезда ждали не только православные христиане, но и все жители нашей области и представители всех конфессий. Жители нашей области по достоинству оценивают ваши усилия, которые вы прилагаете к решению проблем Дальнего Востока. И ваши поездки на Дальний Восток в последние годы становятся регулярными. А это говорит о том, что для православной церкви очень важно, независимо от того, где живет человек, важно, чтобы он жил хорошо. Святейший Патриарх Кирилл отметил, что уровень жизни в Биробиджане повышается, что у региона есть большие ресурсы для дальнейшего развития. Однако счастье зависит не только от материальных благ. И все это очень важно, чтобы сопровождалось укреплением нашей веры. Вот если мы духовное будем соединять с материальным, то мы никогда не превратимся в простых потребителей человеческих благ, не знающих родства свои, которыми так легко управлять. В дар храма предстоятель передал образ спасителя с памятной надписью. Архиепископ Иосифу Святейший Владыка вручил панагею, изготовленную по местному собору 2009 года, на котором предстоятелем Русской Православной Церкви был избран патриарх Кирилл. Верующим были розданы иконки Благовещения Пресвятой Богородицы с патриаршем благословением. Предстоятель Русской Православной Церкви посетил микрорайон имени Бумагина города Биробиджана. Здесь он совершил чин освящения закладного камня в основании храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Владыка вложил капсулу с грамотой в закладное отверстие и закрыл его раствором. В церемонии закладки капсулы приняли участие представители федеральной и региональной власти, присутствовали духовенства Биробиджанской епархии, насельницы женского монастыря в честь святителей Иннокентия Московского, кадеты православного военно-патриотического класса Биробиджанской епархии, многочисленные жители города. Это будет четвертый православный храм в Биробиджане. И дай Бог, чтобы строительство храма и этого Александра Невского храма всем вам помогло в вашей жизни. Посещайте этот храм, когда он будет построен. Часто бывает так, что нет храмов, и человек, ссылаясь на то, что далеко ехать, далеко идти, храмы не посещает. И вроде как и спроса с него нет, и греха нет. Но уж если храм близко, рядом, то его нужно посещать. И почувствуете, какая Божья благодать прикоснется к вашим сердцам, к сердцам ваших родных и близких. В Комсомольске-на-Амуре впервые за историю существования города побывал предстоятель Русской Церкви. В центре Преамурской митрополии его святейшество, в частности, помолился вместе с паствуя в Кафедральном соборе святого пророка Божия Ильи. А также на железнодорожном вокзале осмотрел вагоны поезда святитель Иннокентий Иркутский и благословил участников миссионерской поездки. В Комсомольске-на-Амуре патриарх совершил молебен в Кафедральном соборе святого пророка Ильи, расположенном в Ленинском округе. Там собрались сотни горожан. Люди с ограниченными физическими возможностями добрались на службу на социальном такси. Для инвалидов организовали в соборе отдельные места. Храм не смог вместить абсолютно всех желающих поприсутствовать на патриаршем молебне. Поэтому на улице был размещен специальный экран, на котором, не попавшие внутрь, жители города в режиме онлайн могли наблюдать за происходящим. По окончании молебна в дар святейшему преподнесли образ Христа Спасителя. В своей речи перед жителями патриарх Кирилл вспомнил историю города и особо отметил те времена, когда в Комсомольске-на-Амуре вообще не было храмов и церквей. Тем не менее, люди не потеряли веру. Многие даже поступали в те времена в духовные семинарии. Ведь очень многие люди здесь, жившие в Комсомольске-на-Амуре, кто-то умом все это понимал, а кто-то сердцем чувствовал. И потому даже тогда, когда на тысячи километров вокруг Комсомольска-на-Амуре не было храмов, люди летали в Иркутск, чтобы помолиться. Потому некоторые посещали один или два или три раза за всю свою жизнь храм, но были людьми православными. Затем патриарх посетил миссионерский поезд святитель Иннокентий Иркутский на железнодорожном вокзале Комсомольска-на-Амуре. Вагоны эти ездят по населенным пунктам, в которых нет церквей с духовно-просветительскими целями. Этот поезд в Комсомольске надолго не задержится. Совсем скоро он посетит ряд поселков, расположенных вдоль восточной ветки Бама. Патриарх благословил участников этого благого дела. Свидетельствовать о Христе – это непростое дело. Вы будете встречаться с разными людьми. И с теми, кто с большим интересом будет вас слушать. И с теми, кто будет скептически относиться к вашим словам. И будете встречаться с теми, кто будет с вами спорить. Может быть, и даже излишне эмоционально. Ссылаясь, как обычно это бывает, на какие-то неудачи в своей жизни. И обычный аргумент – ну где же Бог, когда столько неприятностей в жизни. Ваш ответ должен быть разумным, спокойным. Вы научены многому, что вам поможет правильно ответить. Но самое главное – никогда не теряйте любви в сердце. Также патриарх побывал на авиационном заводе имени Гагарина. Главный собор пророка Ильи как раз покровительствует воздухоплавателям. Здесь представители Русской Церкви встретили аплодисментами. На авиазаводе патриарх ознакомился с производством гражданских самолетов «Сухой Суперджет-100». Пообщался с сотрудниками и руководством предприятия. Ваш визит на завод, от которого, как вы сегодня сказали, зависит безопасность страны. Для нас будет большая честь. Это новый импульс, который технике даст ту духовность, без которой невозможно защищать Родину. Большое вам спасибо. Комсомольск-на-Амуре стал завершающей точкой в маршруте предстоятеля. 16 сентября, во вторник, завершился первосвятительский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Дальневосточной епархии Русской Православной Церкви. Большой праздник прошел в Молдавском Каприянском Свято-Успенском монастыре. Множество мирян и представителей духовенства встречали точную копию чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Аксион Эстин. Этот святой образ был передан в обитель на вечное хранение со святой горы Афон. Сотни паломников прибыли в обитель, чтобы приложиться к иконе, более известной как «Милующее» или «Достойно есть». Верующие духовенства встретили икону около полуночи у входа в село Каприяно. Под звон колоколов с благодарственными молитвами за благословение от Матери Божьей процессия направилась к Свято-Успенскому монастырю. По дороге икону встречали жители села. У входа в святую обитель выстроился почетный караул с факелами в руках, которому священники во главе с настоятелем монастыря Архимандритом Филаретом передали икону. Образ Пресвятой Богородицы встретил архиепископ Тераспольский Дубосарский Савва. Почетный караул внес торжественную икону в монастырь. Здесь был отслужен Акафисту иконы Божьей Матери «Достойно есть». Копия была принесена из древней церкви Протатан в Хориесе, столицы Святой Горы, где хранится оригинал иконы. По преданию перед ликом этой святыни Архангел Гавриил запел слова, которыми величают Богородицу на небесах. «Достойно есть, якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего». Икона «Достойно есть» – самая почитаемая икона на Святой Горе. История говорит, что оригинал иконы выносится один или два раза в сто лет из Святой Горы в исключительных случаях, и предела в Греции она не покидает. До недавних пор в мире было шесть точных копий иконы Божьей Матери «Достойно есть». Седьмую по решению руководства Афонского монастыря Великая Лавра было решено подарить Каприянскому монастырю. Это промысел Божий и благословение Божьей Матери. Молитвы в Каприянском монастыре не прекращались до утрам. В монастырских церквях были отслужены божественные литургии, в которых паломники и насельники монастыря возносили молитвы благодарности. Утром литургию отслужил Высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Кишиневский и все Молдовы. Ему сослужил епископат Молдавской Православной Церкви, которые вместе со всеми собравшимися возрадовались великому празднику. Между Святой Горой Афон и Каприянским монастырем были очень тесные связи. Этот монастырь был под управлением Афонского монастыря Зограф почти 200 лет, а монастырем управляли Афонские игумены. И вот сегодня мы возобновляем те исторические и духовные связи. Мы стараемся, чтобы святыни с Афона и из других святых мест были принесены в нашу страну для укрепления веры жителей Молдовы. Теперь это место будет особо на благодатство на Матери Божией, ее пришествием, внесением сюда ее иконы. Я думаю, что народ будет сюда постоянно проходить для того, чтобы совершать благослужение и просить Царицу Небесную о той помощи, которую всегда православный христианин просит у Матери Божией. Поэтому и для этого места, и для целого Молдовы, конечно же, это значимое событие. Сегодня нам нужны единство и молитва. А в молитвах мы все нуждаемся в попечительстве Царицы Небесной, которая все время молится о нас, дабы Господь нас утешил и направил на путь истинный. Эта икона будет нам все время напоминать о заботе Бога Матери, о роде людском, о Святой Горе, где монахи веками стоят на страже православия и хранят Слово и Истину Божию. Эта икона остается у нас навечно, и мы будем приходить к ней вместе с ангелами петь. Достойно есть. После окончания Божественной Литургии очередь к иконе не прекращалась еще долгое время. Паломники кланились иконе, прося об исполнении самых сокровенных прошений. По окончании праздника икону поместили в Свято-Георгиевский собор Каприанского монастыря, где отныне и будет находиться святыня. В белорусском городе Заславле завершилась 21-я республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Приуроченная ко дню белорусской письменности. По традиции ее участники, священнослужители, ученые, актеры театра и кино, писатели, поэты и журналисты посадили в городе сад молитвы. Уже второй раз в истории местом завершения республиканской научно-просветительской экспедиции «Дорога к святыням» и проведения Дня белорусской письменности выбран Заславль. Древний город, дарованный в уделах святым князем Владимиром, крестителем Руси своему сыну Изяславу, от полоцкой княгини Рогнеды, вновь посетила лампада с благодатным огнем от гроба Господня, принесенной экспедицией. Сначала ее участники собрались на молебен у храма собора святых в земле белорусской просеявших. Здесь они уже по старой традиции высадили сад молитвы. 21 деревце по числу ежегодных экспедиций украсило прихрамовую территорию на улице княгини Рогнеды. Господь знает, где выбирать себе место для освящения всей нашей Беларуси. Новый храм собора белорусских святых. Все белорусские святые, безусловно, вымолили вторую встречу. Я думаю, что и не последнюю. Если Господу будет угодно, будет ходить по Беларуси в образе благодатного огня и спасать Беларусь от всех катаклизмов, которые случаются на земле. Боже, дай, чтобы у нас николи не лилась кровь на Беларуси и по всем свете так само. Аминь. Стоит отметить, что Заславль с празднованием Дня Беларусской письменности и принесением благодатного огня Гроба Господня символически вступает в череду юбилейных празднований. Приятно, что следующий год, 2015-й, будет праздноваться как тысячелетие памяти святого князя Владимира и тысяча тридцатилетие основания города Заславля как поселения. И тем самым мы подчеркиваем, что Заславля пошло православие по всем городам и весям нашей Белой Руси. После посадки сада молитвы участники экспедиции отправились в крестный ход от церкви в честь собора белорусских святых к храму в честь преображения Господня. Деятельное участие в организации торжея Заславля приняло братство в честь святителя Спиридона Тремифунского. Город Заслав является колыбелью православия Белой Руси и мы, конечно, очень радуемся, что наше братство базируется именно в этом городе, в приходе храма преображения Господня. Первое социальное братство в нашем городе, в области. Для нас это большая заслуга и великая честь. Традиционно в экспедиции «Дорога к святыням» принимают участие преподаватели вузов, ученые, актеры театра и кино, писатели, поэты и журналисты. В нынешнем году возглавил экспедицию епископ Борисовский Вениамин. Одна из главных ее целей – духовное просвещение, сближение светской и церковной культур. Помимо принесения лампады с благодатным огнем и молебна в храмах, участники экспедиции посещают школы, больницы, социальные приюты, где рассказывают о своей миссии, о значении благодатного огня, о языке и традициях, об освященном светом веры духовном наследии. Особенно запомнилось участникам посещение Ждановичской школы-интерната для детей с особенностями развития. Глухонемые дети, какими глазами они на нас смотрели. Девчонки, мальчишки, они подходили и брали нас за руки, и вели нас в комнаты, где они живут. И показывали, вот здесь моя кровать, здесь я живу. Мы понимали, что они хотели этим сказать, чтобы мы осветили их жилье благодатным огнем. Это незабываемая встреча. Принесение в города и села Беларуси благодатного огня, света веры, совмещено и с популяризацией в ходе экспедиции белорусской книги. Единение экспедиции с днем белорусской книги призвано напомнить о том, что именно благодаря свету веры родилась белорусская и в целом славянская письменность. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», «Беларусь», «Заславль». При поддержке компании «Шате М-Плюс». В день своего 868-летия Тула получила долгожданный подарок, восстановивший старинный архитектурный вид города. Специально ко дню рождения были завершены работы по возведению колокольни Успенского собора Тульского Кремля. Историческое здание колокольни Успенского собора Тульского Кремля, построено в 1776 году, было самовольно разобрано местными властями в 1937 году. Долгое время скорбью отдавалось в сердцах туляков отсутствие колокольни, из-за чего искажался и внешний облик Кремля. Спустя 75 лет после разрушения, с церемонии освещения и закладки фундамента началось восстановление четырехъярусной колокольни Успенского собора Тульского Кремля. 28 сентября 2012 года митрополит Тульский Ефремовский Алексей совершил чин освещения закладного камня и заложил в него вместе с губернатором Владимиром Груздевым специальную капсулу с посланием будущим поколениям. Строительство проходило ударными темпами, не останавливаясь ни днем, ни ночью, несмотря ни на какие погодные условия. С каждым днем здание колокольни поднималось все выше и выше, пока спустя год не достигло прежних 70 метров. К этому моменту в Тулу были доставлены и освещены владыкой Алексеем 22 колокола для звонницы колокольни Успенского собора. изготовленные на пожертвования тульских предпринимателей, руководству региона и духовенства Тульской митрополии. 16 июня 2014 года глава Тульской митрополии осветил навершие с часами и шпиль колокольни с крестом, которые были установлены 28 июня с помощью специальной техники. Восстановительные работы были полностью завершены ко дню города Тулы. Митрополит Тульский Ефремовский Алексей совершил чин освещение величественного здания колокольни, восстановленного усердием благотворителей, духовенства и прихожан Тульской области. Колоколь была построена в 1777 году, в год создания Куверния. И сегодня, освещая пособленную на Ваши средства колокольни, мы возвращаем голос не только к тульскому предпринимателю, мы возвращаем голос к Тульскому предпринимателю, к Тульскому предпринимателю. С праздником! С днём нашего города, с днём нашей славной и навек любимой Тульской звезды, и пусть никогда не оскелевает она сердцами третий, сердцами вдохновенно творческих, любящих им город, и степень армам, и трудящимися на ней поспал Богу на радость людям, и всему миру на новое, и благая, и невернущая, светлая вера. Начало колокольного судора, воссозданной колокольни, попадают губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Русский и митрополит Тульский и Евремовский Алексий. Возрождение колокольни, вновь ставшее украшением Тулы, это чудо, которое стало возможным благодаря усилиям многих людей. Крест, венчающий колокольню, когда-то был орудием мучительной казни, но Христос своими искупительными страданиями и жертвенной кровью осветил его. И с тех пор крест является знамением победы и напоминанием о самом главном – о Боге и его жертвенной любви к нам. Православный крест, как в старые дореволюционные времена, засиял над селом Кадницы Нижегородской области. В селе стоит Преображенская церковь, сохранившая, несмотря на многие разрушения, свое старинное величие и благолепие. Накануне благочинный Кстовского округа осветил крест и святыню установили на главный купол. Больше 150 лет стоит на Крутом Волжском обрыве Спасо-Преображенской церковь села Кадницы. До революции она была гордостью местных жителей. В солнечную погоду сверкающий золотой крест храма, установленный на высокой 35-метровой колокольне, было видно издалека. Большой статный собор служил ориентиром для кораблей, маневрирующих в узком фарватере. В середине 30-х годов храм был закрыт и разорен. Затем пришла и очередь креста, который сдернули с колокольни трактором. Почти 80 лет церковь простояла запустевшей и обезглавленной. Ранним сентябрьским утром возле Спасо-Преображенского храма села Кадницы было необычно людно. Благодаря стараниям попечителей, специально для этого величественного собора был создан новый крест на колокольню. Чин его освящения возглавил благочинный Кстовского округа претерей Алексей Ёлкин. Вещается знамение сие крестное, окроплением воды сие освященное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Посмотрите, сколько людей, сколько участников нынешнего мероприятия. И все эти люди свидетельствуют о своем небезразличии к тому, что происходит. И вижу радостные лица, слезы на глазах. Все это очень живое и яркое свидетельство того, что сегодняшний день ознаменован великим и славным чудом. Установка нового креста – это лишь первый шаг на долгом пути восстановления Кадницкой церкви. Но сельчане уверены – храм они точно восстановят. Ведь, как говорится в русской пословице, Бог не по силам креста не дает. В Подмосковье прошел третий Иллисоветинский крестный ход, посвященный святой преподобному ученице Иллисовете Федоровне и памяти того дня, когда в 1884 году Великая Княгиня впервые присутствовала на богослужении в храме Ильи Пророка села Ильинского. Организаторами молитвенного шествия выступили Одинцовское благочение и фонд Иллисоветинское Сергиевское просветительское общество. По окончании божественной литургии и молебны в Ильинском храме крестный ход отправился в путь. В центре шествия – нарядно украшенная живыми цветами икона святой Великой Княгини Елизаветы. Процессию сопровождал колокольный звон переносных звонниц. На всем пути были слышны церковные песнопения. Елизаветинский крестный ход проходит от храма Ильи Пророка в селе Ильинское до Спасского храма в селе Усово и соединяет памятные места, связанные с жизнью и деятельностью Великой Княгини Елизаветы Федоровны. Великокняжеские усадьбы в селе Ильинское и селе Усово. В этих местах будущая преподобная мученица стала деятельно приобщаться к православной вере. Участие Великокняжеской четы в жизни местного крестьянства по-настоящему духовно сблизили, особенно княгиню Елизавету Федоровну с жителями окрестных сел и деревень. Для нас, конечно, очень важно, с какой любовью Елизавета Федоровна и великий князь Сергий Александрович относились вообще ко всем проживающим в усадьбе. Потому что постоянная забота о жителях была одним из важных дел в их жизни. Сейчас на территории усадьбы осталось семь исторических зданий, связанных с благотворительной просветительской деятельностью Великокняжеской четы. Это и лазарет для раненых воинов русско-японской войны, который построила Елизавета Федоровна в 904 году. Это и родильный приют, который был построен Великим князем Сергием. В Ильинском Великокняжеская чета проводила лето, перебираясь на плотах к началу осени в Усово, где был выстроен добротный зимний дом. В память об этих событиях переправа через Москва-реку в нынешнем Елизаветинском крестном ходе совершается в том же самом месте, где это было исторически. Во время переправы по обеим сторонам Москвы-реки началось торжественное пение Акафиста святой преподобно-мученицы Елизавете. Затем крестный ход направился к селу Александровки, к школе, которую основала мать Великого князя Сергея Александровича. И, наконец, при торжественном трезвоне крестоходцы достигли Спасского храма села Усово. Это действие, которое крестный ход, которое объединяет людей. Объединяет в таком одном порыве. Крестный ход чудесный совершенно. Погода показала, что все, кто были здесь, шли с открытым сердцем и с мыслями соответствующими. Что сказать? Это в душе. Все, что было. Здесь была прочитана молитва Великой княгине Елизавете. В заключении шествия архимандрит Нестор поблагодарил всех участников крестного хода и отметил, что, несмотря на моросящий дождь, у всех в сердцах радость. Сколько было молодежи. Это потрясающе. Значит, если молодежь, несмотря на трудности, идет, это говорит о том, что у нас, у народа нашего, у России есть будущее. Проведение крестного хода, приуроченное к именинам святой Елизаветы, стало традиционным событием для прихода Спасского храма с села Усово и дает возможность всем участникам продолжать дело Великой княгини. В Екатеринбургском храме на крови к 20-летию прославления святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского открылась выставка, посвященная известному святому 20 века. На экспозиции представлены уникальные вещи из архива подвижника нашего времени. Открыл выставку митрополит Екатеринбургский и Верхо-Турский Кирилл. Для зарубежной церкви образ святителя Иоанна, наверное, это как для нас для всех, как образ Серафима, старого батюшки Серафима. Он настолько объединяет всех людей, он настолько любимый, почитаемый в народной среде, что вот для нас, наверное, которые только начинают возвращаться в глубине всей нашей церковной жизни, он может быть еще для кого-то неизвестен. И эта выставка – прекрасная возможность познакомиться с жизнью великого праведника и святого, к которому тысячи людей в мире обращаются с горячей молитвой, прося помощи и утешения в скорбях душевных и физических. На этой выставке перед посетителями открывается образ святого, такого же человека, как мы, со своими немощами, недостатками, но человека, который смог достичь святости, ведя постоянную непримиримую борьбу со своими греховными страстями. Здесь и пояс, который святитель надевал только в пасхальную седмицу, и его иконы, и частица гроба подвижника, и его архив. Этот архив был передан полгода назад игуменом Германом, этому монастырю. И сейчас архимандрит Туан является хранителем этого архива. Здесь представлена, конечно, его малая часть, потому что расстояния очень большие, и перевоз ценностей не всегда разрешается в таможне. Поэтому здесь представлена на данный момент лишь малая его часть. Но я надеюсь, что в дальнейшем мы будем сотрудничать и увидим другие прекрасные и удивительные вещи, которые окружали святителя при его жизни. Особая радость – возможность пообщаться с духовным чадом Иоанна Шанхайского, живым свидетелем подвигов святителя Иоанна. Владыка был маленького роста, поэтому его дети любили, и он мог с детьми очень просто говорить. Фотографии, которые вы видите, где он улыбается – это там, где он смотрит на детей. И Владыка любил приходить в классы. Вот первое его посещение – он зашел в наш класс, благословил всех нас и спросил каждого по имени. Через год, полгода, Владыка приехал опять. И он помнил мое имя через полгода. Если он мое имя помнил, и имена других, значит, он не только помнил, но он и за нас молился. Интересно, что люди, возможно, навсегда покидая родину, могли взять на чужбину более ценные вещи. Но брали они с собой венчальные свечи, крестильное платье, иконы. Моя семья после 1918 года, то есть после революции, мои бабушки и дедушки, они уехали в китайскую эмиграцию. И вместе с частью Белой армии отступали на Дальний Восток, на Сибирь и так далее. И самое логичное завершение этих вояжей обычно бывал Харбин. Моя мама сохранила детское крестильное платье, в котором меня крестил отец Иоанн. И несмотря на то, что количество багажа была буквально одна сумочка, везли иконы, книги, свечи, крестильные платья. Эти вещи связывали их с тем, что дало им возможность уцелеть в том мире. Все, кто имел дело с владыкой Иоанном, как с молитвенником и архипастырем, пекущимся в человеческих душах, и всегда готовым прийти на помощь, и кто испытал на Сибель на своих близких силу его молитвы, всегда будут с благодарностью вспоминать, что они имели счастье знать величайшего святого XX века. В Севастополе прошел благотворительный концерт «Соловки. Золотая цепь времен». Его организаторами выступили Севастопольское благочиние, Спасо-Преображенский Соловецкий Ставропегиальный монастырь при поддержке правительства Москвы. Концерт стал дополнением к выставке, посвященной истории Северного архипелага и Соловецкой обители. Этого события в Севастополе ждали с июля месяца, когда в Нижнем храме Свято-Владимирского собора в Херсонесе открылась выставка «Соловки, Голгофа и Воскресенье». До сентября с экспозицией ознакомилось более 200 тысяч человек, и многие с нетерпением ждали завершающего аккорда. Не только и не столько узнать больше об истории обители, а скорее прочувствовать душой и сердцем ее величия, суровую северную красоту архипелага, силу духа людей, населявших его в разное время, и это предназначение концерта, завершившего Дни Соловков в Севастополе. Язык выставки, так же как язык просудку, он обращается к уму, он дает сведения, а язык искусства, он обращается к сердцу. Поэтому ждем отклика сердечного, ждем сопереживания ключевых эпохальных событий в славецкой истории. Увертюра-гибриды Феликса Мендельсона открыло первое отделение концерта, описанное композитором «Суровое Северное море», вечно неспокойное, бескрайнее, сливающееся на горизонте с таким же сумрачным небом, распахнуло дверь в особый мир, в котором, оторвавшись от суеты будней, пришедшие на концерт пребывали в течение трех часов. Вот этот мир монахов, который так закрыт от досужего взгляда, от глаза, в этом мире оказались очень интересные, многосторонние, невероятно эрудированные люди. Собственно, это так и есть. И, насколько я понимаю, вся окончательная разработка сценарий, проработка всех деталей, принадлежит, в общем, отцу-наместнику Соловецкого монастыря, Архимандриту Порфирию. Уже в четвертый раз подряд, до этого в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Сочи, участие в литературно-музыкальном вечере принимает народный артист России Евгений Стеблов. Это была инициатива монастыря, меня пригласили, и я с удовольствием откликнулся. Помимо Крымского академического симфонического оркестра, музыкальное наполнение вечера обеспечили Севастопольский народный академический хор «Жаворонок», солистки оперы Инна и Алла Платоновы, народный артист России Михаил Кит, протодиакон Святейшего Патриарха Московского и всеяруси Кирилла Николай Платонов и, конечно, братский хор Соловецкой обители. Посетить благотворительный концерт получили возможность 650 жителей Севастополя. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния. Казачья столица – Москва. Под таким названием в столице прошел четвертый ежегодный международный фестиваль казачьей культуры. На празднике можно было познакомиться с убранством казачьих курений, отведать настоящие полевые кухни, послушать казачьи песни, поучаствовать в традиционных игрушках и забавах. Ключевым событием дня стало освещение построенного накануне обыденного храма-часовни и проведения водосвятного молебна. Без единого гвоздя за сутки. Возведенный на народные пожертвования Воскресенский храм, уменьшенный аналог церкви в деревне Кеврола Архангельской области, почти готов. Над созданием деревянного святилища трудились волонтеры, мастера строительного дела. Остался завершающий штрих – воздружение золоченого купола на Маковку. Для участия в освещении церкви прибыли почетные гости – представители президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, правительство Москвы, казачество. Молебен и чин освящения возглавил митрополит Ставропольский и Ниномысский Кирилл. По согласованию с Русской Православной Церковью храм будет передан в дар станицы Распопинской Волгоградской области и послужит возрождению в регионе казачьих поселений. По завершению молебна владыка Кирилл осветил здание храма внутри и снаружи. Праздникам, все! Затем владыка Кирилл с почетными гостями международного фестиваля, который проходит столицы в четвертый раз прошел по территории ярмарочной площади. На главной сцене казачьего праздника состоялась торжественная церемония открытия фестиваля. На праздник Лужники собрались свыше трех тысяч казаков из всех областей Центрального федерального округа и семи стран ближнего и дальнего зарубежья – России, Украины, Белоруссии, Сербии, Черногории, Казахстана, Киргизии. Делегации 11 войсковых казачьих обществ страны, представители реестровых и общественных казачьих организаций, кадетских корпусов, молодежных и студенческих объединений. Замечательно, когда сейчас представлены все войска, реестровые и не только. Здесь много общественных казачьих организаций. Здесь представители из Сербии, Черногории, Болгарии, казаки, которых мы хорошо знаем. Дорогие друзья, сегодня Россия снова на подъеме, сегодня Россия снова на взлете, сегодня не должно быть никакого уныния, посмотрите, какая сила, когда мы все вместе. Люба России, Люба Русской Православной Церкви, Люба Славному Казачеству с праздником! Четвертый международный фестиваль «Казачья станица Москва» открыт! По завершении церемонии открытия на главной площади праздника торжественным маршем прошла знаменная группа и воспитанники Московского казачьего кадетского корпуса имени Шолохова, Крымского казачьего кадетского корпуса, а также студенты Первого казачьего университета. Уникальные древовидные пионы расцветут в Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве. Делегация из Японии торжественно передала в дар Русской Православной Церкви эти растения, которые издревле считались не только настоящей культурной и духовной ценностью Японии, но и цветком императора. Церемония посадки растений прошла в рамках проекта «Цветочная дорога между Японией и Россией». Программа стартовала в 2011 году на Дальнем Востоке. За это время уже в трех городах – Владивостоке, Хабаровске и Санкт-Петербурге – были посажены аллеи уникальных растений из Японии, в том числе и древовидных пионов, которые особо почитаются японцами. Теперь эти удивительные цветы посажены и в московской Марфо-Мариинской обители Милосердия. Пионы, которые у нас сейчас произрастают в префектуре Симоне, этой культуре около тысячи лет, и первые саженцы мы получили из Китая. Первые пионы из Китая воспринимались только как лекарственное растение. И нам показалось, что в России эта культура может прижиться и может давать такие же результаты, как и в Японии, то есть красивые цветы. Особенность пионов в том, что они устойчивы к засухе и к холодам. Древовидные пионы относятся к числу самых великолепных цветущих растений мира. В Японии этот цветок особо почитаем. Его называют цветком императора и императором среди цветов. Это не только символ страны восходящего солнца, но и настоящая культурная ценность этой страны. В ходе церемонии также состоялось общение японской делегации с сестрами обители, с архиепископом Сергиево-Пасадским фиагностом и со школьниками. Ребята в память об этой встрече передали в дар заграниченным гостям игрушки, сделанные своими руками. Я еще раз говорю, что я очень благодарна Святейшему Патриарху за то, что это проходит именно здесь, потому что это очень добрые, очень благонастроенные люди. И вот сегодня нам это доставило большое удовольствие. Они относятся к этим цветам с большим уважением. Этот цветок является центральным в культуре Японии, наравне с сакурой. Это цветок императора. И, конечно, когда люди с таким трепетом и благоговением относятся к своим корням, к своей культуре, это всегда вызывает глубокое уважение. И то, что они хотят поделиться частицей того, что для них настолько свято и дорого, конечно, для нас это тоже очень значимо. Посадка древовидных пионов из Японии – это почетная миссия добра, цель которой – познакомить жителей России не только с уникальными растениями Востока, но и с культурными и духовными традициями Японии, чтобы укрепить дружественные связи между двумя странами. На этом обзор событий церковной жизни завершен на предстоящей неделе. Нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня праздник Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В понедельник будет отмечаться День памяти преподобного Иосифа, игумена Володского, чудотворца, а также обретение и перенесение мощи святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Во вторник церковь почтит собор липецких святых, а в среду преподобного Силуана Афонского. В четверг отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. В субботу во всех православных храмах и монастырях пройдут торжественные богослужения в честь воздвижения честного и животворящего креста Господня. О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин